Здравствуйте, дорогие ребята! На прошлом уроке мы ознакомились с понятием деления клетки. Каким образом клетки делятся? Как происходит увеличение количества клеток? И сегодня рассмотрим клетки, а в частности одноклеточные и многоклеточные организмы. Что вы видите на этих рисунках? Вы видите, как растут растения, как увеличивается количество животных, а это все происходит благодаря делению клеток. Вспомните, ребятки, какие основные способы деления клеток вы прошли на прошлом уроке. Это метоз и миоз. Чем отличались между собой метоз и миоз? Я думаю, что вы сделали, выполнили все задания и правильно решили и проверили свои знания. Посмотрите внимательно. Метоз, вспоминаем, это способ деления клетки, когда из одной материнской образуются две дочерние клетки с таким же набором хромосом, как и в материнской. А миоз – это способ деления, при котором из одной материнской клетки образовались четыре дочерние клетки с половинчатым набором хромосом, с набором хромосом в два раза меньше. Эти клетки назывались половые клетки – гометы. Молодцы! Вспомнили? А теперь рассмотрим клетки. Как живут эти клетки? Какие различают клетки? И как они могут объединяться между собой? Вспомним ученого Левенгука. Что сделал Левенгук? Вспоминайте, Левенгук рассмотрел одноклеточные организмы под микроскопом. И что он увидел, когда рассмотрел одноклеточные микроорганизмы под микроскопом? Вспоминайте. Он увидел одноклеточные организмы. Это были бактерии, это были инфузории, которые плавали в капельке воды. И вот когда он их рассмотрел, он их назвал зверушки. Они были настолько маленькие, что он им дал название зверушки. И все они представляли собой одну клетку. Давайте подумаем, какие живые организмы мог увидеть в капле воды Левенгук. Как живут одноклеточные организмы? На данном изображении, посмотрите внимательно, вы видите одноклеточные организмы. Какие одноклеточные организмы вы видите? Каких царств? Посмотрите на название растения, грибы, животные, а также название прокариоты, которые вы должны вспомнить, что прокариоты это организмы, которые не имеют оформленного ядра бактерий. Значит, одноклеточные организмы бактерия, одноклеточный организм среди растений называется, запоминаем, хламидомонада. Среди грибов есть одноклеточные организмы. Посмотрите, дрожжи всем вам хорошо известны, когда мама дома печет пироги, она использует дрожжи. Вот они дрожжи, ребята. Это одноклеточные грибы. Значит, и у грибов есть одноклеточные организмы. Ну и животные. Животные, посмотрите на название и запомните. Амеба, зеленая эвглена, инфузория, туфелька. Это все одноклеточные организмы. Итак, ребята, вы изучили, посмотрели, а теперь вспомните и ответьте на вопрос. В каких царствах встречаются одноклеточные организмы? Вспоминаем рисунок. Конечно, одноклеточные организмы встречаются во всех четырех царствах. Вспоминайте царства. Животные, растения. Еще какие царства? Конечно, и грибы, и бактерии. Значит, во всех четырех царствах живых организмов встречаются одноклеточные организмы. Посмотрите на них. Посмотрите, как они выглядят под микроскопом. Посмотрите, все они представляют собой одну клетку. И все, что происходит, происходит в одной клетке. Разве это не интересно? Я думаю, очень интересно. Давайте решим загадочный пример. Питание плюс дыхание плюс выделение плюс размножение равняется одноклетка. Что это за задачка такая, которую нужно решить? Я, конечно, думаю, что все удачно справились. И вы поняли, что одна клетка, так как этот организм существует как единое целое, значит, во всей, только в этой клетке происходят все процессы, которые описаны здесь. Значит, одна клетка является и организмом, в котором происходит и питание, и дыхание, и выделение. Нет специализации клеток. Все, что вы видите, все происходит в одной клетке. Молодцы! А теперь давайте рассмотрим организм, который я вам показывала ранее. Мы сказали, что питание, дыхание, выделение, размножение – это все характерно, все происходит в одной клетке. Но организмам необходимо передвигаться. Да? Так же, как и вам. Вы же движетесь, конечно. Для того, чтобы передвигаться, им нужны определенные структуры. Ведь они должны искать пищу. Вот они в поисках пищи передвигаются. А для того, чтобы передвигаться, им нужны определенные структуры. Посмотрите внимательно на изображение. Посмотрите и скажите, при помощи каких структур они могут передвигаться? Я думаю, если вы внимательно рассмотрите рисунок, то вы найдете правильный ответ. Конечно, при помощи ресничек инфузория тофелька передвигается при помощи ресничек, которые покрывают снаружи все ее тело. Молодцы! Запомнили, инфузория туфелька передвигается при помощи ресничек. Хорошо. А это, ребята, амеба обыкновенная. Посмотрите, какая она, какая у нее форма тела непостоянная. Посмотрите внимательно. У нее образуются вот такие выросты, ребята. И вот эти выросты называются ложные ножки. И поэтому амеба передвигается при помощи ложноножек. Еще раз посмотрите внимательно. Вот эти выросты. Это называется ложноножки. Значит, органоиды, при помощи которых движется амеба, называются ложноножки. Молодцы! Еще рассмотрим хламидомонаду и зеленую эвглену. Посмотрите внимательно, чем они похожи и чем они отличаются друг от друга. Наверное, каждый из вас сразу скажет, что похожи они тем, что они зеленого цвета. А отличаются они тем, что у них разная форма и разное количество каких-то структур, которые вы еще не знаете, как называются. Ребята, вот эти структуры, которых две у хламидомонады и одна у зеленой эвглены, эти структуры называются жгутики. Значит, хламидомонада и эвглена зеленая движутся при помощи жгутиков. Эти органоиды движения называются жгутики. А теперь рассмотрим вольвакс. Очень интересный организм, ребята. Посмотрите, это все называется колония вольвакса. То есть эти клетки, которые вы видите, их много. Правильно, это не одна клетка, их много. Они живут вместе. Но каждая клетка вольвакса, посмотрите внимательно, вот она маленькая. Если ее отделить, вот взять, выделить и поместить, она сможет жить отдельно. А зачем тогда они объединяются, как вы думаете? Ну, я думаю, что многие подумали и ответили. Объединяются они для того, чтобы передавать друг другу, питательные вещества, передвигаться. Вольвакс означает катящийся, он перекатывается, как шарик. И тем самым в поисках пищи движутся при помощи жгутиков. Жгутики работают и таким образом добывают пищу. Значит, вольвакс, ребята, это как бы переходная форма. То есть он живет, как многоклеточный организм, но таковым не является. Это одноклеточный организм. Так вот, ребята, именно вольвакс. И после того, как клетки смогли, имеют такую возможность объединяться для выполнения какой-то функции, тогда возникли так называемые ткани. Но к этому мы еще вернемся. А теперь повторим, какие органоиды движения у одноклеточных организмов, при помощи каких структур движутся организмы? Амеба, инфузория, хламидомонада. Давайте вспомним, при помощи каких структур двигалась инфузория туфелька? Конечно, реснички. При помощи каких структур двигалась амеба? Правильно, ложноножки. Ну, эвглена, хламидомонада, вольвакс передвигались при помощи жгутиков. Молодцы, удачно справились, запомнили название реснички, ложноножки, жгутики. Молодцы, ребята. Теперь давайте перейдем к понятию, как же из одноклеточных организмов образуется многоклеточный. Вот мы с вами рассмотрели вольвакс и сказали, что клетки стали объединяться для того, чтобы выполнить какую-либо функцию. Таким образом, ребята, тела многоклеточных организмов, которые состоят из множества клеток, и эти клетки начинают специализироваться, то есть образуется группа клеток, раз группа, два, три, несколько групп, и каждая группа будет выполнять свою функцию. Какая-то группа клеток будет выполнять функцию питания, другая группа клеток – дыхание, размножение и так далее. Значит, у многоклеточных организмов существует специализация, то есть каждая группа клеток, каждая ткань и органы, систему рынок выполняют соответствующую функцию. Значит, посмотрите внимательно, это многоклеточные организмы. Вы видите здесь хоребельбюль, вы видите здесь обезьянку, который хлопает в ладоши за то, что вы так правильно, умело ведете задание, выполняете все необходимые упражнения. Это грибы. Значит, ребята, многоклеточные организмы встречаются в трех царствах – растения, животные, грибы. Итак, ребята, если вы откроете свой учебник и внимательно посмотрите на картинки, которые изображены там, то вы увидите водоросль у льву, который является многоклеточным организмом, но не имеет ткани и органы. И пресноводную гидру – наиболее простой организм, который также является многоклеточным. Запомните их названия, ребята. Изучать вы эти названия будете в старших классах. А теперь давайте применим полученные знания и посмотрим, насколько удачно вы справились с данной темой. В этом задании, ребятки, вам нужно перенести в тетрадь таблицу и заполнить ее. Здесь вы выбираете представителем, допустим, одноклеточный. Выбираете любого представителя, который вам нравится и пишите одну или несколько его особенностей. Допустим, я выбираю инфузорию, пишу инфузория. Какие особенности? Я могу выбрать одну особенность. Какую? Как передвигается инфузория? При помощи ресничек. Записывайте. Передвигается при помощи ресничек. Я напишу кратко. Напишу реснички. А вы можете написать полностью предложение. Реснички. А вы пишите передвигается при помощи ресничек. Можете взять другую особенность. Можете выбрать цвет, форму, все, что вы увидите на рисунке. То же самое многоклеточных. Выберите любой представитель многоклеточных организмов и охарактеризуйте. А в общем вы можете написать общие особенности. Допустим, многоклеточные организмы имеют группу клеток. В особенностях можете написать, что их клетки специализированы, они выполняют разные функции. Это уже вы можете сделать так, как посчитаете правильным описать. Главное, чтобы вы выполнили верно это задание. В данном задании нужно определить, с помощью чего передвигаются данные организмы. Давайте их найдем. Что это за организмы? Это инфузория туфелька, это эвглена зеленая, амеба мгновенная и холамида монада. Как они передвигаются? Вспоминайте. Инфузория туфелька при помощи чего передвигается? Правильно. Ее органоиды движения называются реснички. Значит, мы отмечаем реснички. Пишите аккуратно. Хламидомонада и эвглена при помощи чего передвигаются? Посмотрите, у эвглены один жгутик, у хламидомонады. Два жгутика. Органоиды передвижения называются жгутики. Молодцы! Жгутики. Я тоже пытаюсь писать аккуратно, чтобы было красиво. И амеба. Как передвигается амеба? При помощи ложно-ножек. Хорошо. И вы записываете ложно-ножки. Ложно-ножки. Вот. Ложно-ножки называются органоиды передвижения. Запомнили. Молодцы! Я думаю, что вы удачно справитесь. Ребятки, что вы должны сделать? Вы должны еще раз внимательно прочитать тему. Выполнить все задания, которые там будут встретиться вам. И не забываем, что мы на карантине. Что нужно соблюдать все правила. Нужно одевать маску, не ходить в людных местах. Прощание или, когда вы здороваетесь с кем-то, избегать контактов. Можно просто помахать рукой. Конечно. И таким образом вы убережете себя и своих близких от заболеваний, от заражения инфекционными заболеваниями. А также оставайтесь дома, но не забывайте, что скоро в школу. Удачи! До новых встреч! До свидания! Здравствуйте, дорогие ученики 6 класса. Сегодняшняя тема – производство и потребление. Процесс производства. Для начала давайте изучим, что же такое процесс производства. Это то, как люди, используя различные технологии, превращают природные ресурсы в конечный продукт. Обратите внимание на слайд. Здесь 4 разных этапа и 4 разных термина, с которыми мы сегодня с вами ознакомимся. Это сырье, производство, готовый продукт и потребление. Давайте разберем каждый из них. Процесс производства охватывает себя все эти этапы, начиная с сырья, заканчивая потреблением. Перед вами продукт, который мы называем медицинской маской, который мы сегодня все с вами используем. Медицинские маски. Для того, чтобы произвести медицинские маски, используют сырье. Сырье может быть разное. Это может быть хлопок, лен, то, что дает нам природа. Из этого материала создают различные волокна, создают материал, основу для создания различных масок. Процесс производства. Специализированные кадры при помощи различных технологий создают маску, то есть ее шьют. Дальше. После того, как специалисты создали маску в процессе производства, на втором этапе процесса производства, перед нами готовый продукт. Готовый продукт – медицинские маски. Но пока еще мы их использовать не можем. Почему? Потому что они должны попасть на рынок. Они должны попасть в места продажи. То есть в аптеке различные пункты продажи, где мы можем их купить. Дальше они попадают в эти пункты продаж. Мы, пользователи, то есть потребители, покупаем эту продукцию, покупаем маски и используем. Конечный этап – это потребление. Давайте еще раз закрепим весь процесс производства. Значит, сырье. Начинаем с сырья. Дальше у нас процесс производства. То есть люди, специализированные кадры, используя сырье, производят продукт. Дальше у нас перед нами готовый продукт. И в конечном итоге этот готовый продукт попадает на рынок, где мы можем его купить и использовать. Конечное звено всего процесса – это потребитель, то есть мы. Теперь давайте создадим связь между потреблением и производством. Вот давайте на примере мы рассмотрим этот процесс, и вы поймете, какая же связь между потреблением и производством. К примеру, маски. Опять же, будем отталкиваться от этого примера. Если бы нам не нужны были эти маски, не было бы никакого вируса, значит и производства данных масок тоже отсутствовало. Значит, в первую очередь должно быть потребление, то есть должен быть спрос. Иначе мы называем это спросом. Значит, если есть спрос, есть и производство. Чем выше спрос, тем выше производство. А когда может быть выше спрос? Только в том случае, если есть большое количество населения и есть сама ситуация. Например, наша ситуация – это ситуация с распространением коронавируса. Значит, сама ситуация, она диктует нам, диктует создание большого количества данной продукции, а именно медицинских масок. Посмотрим. То, что нужно производить один продукт в больших количествах, сподвигает людей на использование компьютеров и различных роботов в процессе производства. Перед вами процесс производства машин, сборка машин. Здесь при сборке машин используются различные роботы и компьютерные технологии. Для управления этими роботами и компьютерными технологиями необходимы специализированные кадры, которые умеют пользоваться данными технологиями. Посмотрим сюда. Все это производство мы подразделяем на два основных вида. Это материальное производство и нематериальное производство. Иными словами, мы это еще также можем назвать производственная сфера и непроизводственная сфера. Давайте разберем каждое из них, и вы поймете, что относится к материальному производству, а что относится к нематериальному производству. Я бы вам рекомендовала обязательно делать заметки. Материальное производство. К материальному производству относятся промышленность, сельское и лесное хозяйство, строительство и транспорт. Иными словами, это то, где мы производим что-то. Есть готовый продукт, есть материя. Материальное производство. Посмотрим нематериальное производство, что такое и что в себя включает. Здравоохранение, образование, информатика, культура, искусство, спорт, туризм, наука. То есть, как вы уже поняли, здесь ничего не производится. Поэтому мы называем эти отрасли нематериальное производство или нематериальная сфера. Это все, что вы должны были охватить по отраслевой структуре производства. Обязательно сделайте заметки и запишите в тетрадку. Теперь давайте посмотрим, в каких странах у нас развита производственная промышленность, а в каких непроизводственная. Красным карандашом мы с вами отметим страны, где развита производственная сфера. Производственная сфера, это сельское хозяйство, промышленность, в основном развита в странах Африки, возьмем. В странах Латинской Америки, к примеру, в Австралии и так далее. Теперь поменяем карандашик. Синим цветом отметим с вами примерно страны, где развита непроизводственная сфера. То есть, наука, образование, спорт, медицина. Это в основном страны Европы, страны Азии, Америка и так далее. Ребята, это все, что мы с вами должны были охватить на сегодняшнем уроке. Давайте снова, как и всегда, ответим на вопрос, что узнали. И попробуем выполнить данное задание вместе с вами. Берем ручки, тетрадки, вместе со мной продолжаем работу. Читаем текст. Готовый продукт получает в результате. Читаем ключевые слова. Сырье, производство, потребитель, оборудование. Готовый продукт получает в результате производство. Все верно. Нужно произвести продукт, чтобы мы его получили, верно? Для производства продукта необходимо, в первую очередь, помните наш первый график. На первом месте у нас было сырье. Все правильно. Номер один. При производстве продукта необходимо учитывать, кто его приобретет. То есть потребителя. То есть, пожалуйста, номер три. Отлично. Молодцы. Запишите это в тетрадки и запомните. А после урока обязательно посмотрите на предметы вокруг вас. Что вы сделаете с этими предметами. Вы должны будете определить, из какого сырья они изготовлены. И описать процесс производства. Точно так же, как мы сделали на сегодняшнем уроке вместе с вами. С масками. В самом первом слайде. Хорошо, ребятки? На этом все. Это было все, что мы с вами должны были охватить на сегодняшнем уроке. Еще раз хочу отметить, чтобы вы не забывали о том, что на сегодняшний день коронавирус все еще распространяется. Поэтому обязательно мойте руки, держите дистанцию, носите маски. Тем самым вы сможете защитить себя от заражения и, конечно же, всех своих близких. До свидания, удачи и до следующего раза. Здравствуйте, дорогие ученики. Сегодня мы продолжаем изучение второго модуля. Тема сегодняшнего нашего урока – это установка начальных позиций, внешность и свойства. Для начала давайте посмотрим на этот мультфильм. Что мы видим? Перед нами ракета, которая по истечению трех секунд поднимается в высоту. Но прежде чем подняться, она выдает сообщение «Ракета готова к взлету». Как запускается наш мультфильм? Наш мультфильм запускается при нажатии вот на этот зеленый флажок. Теперь запустим проект еще раз и посмотрим, все ли в порядке с нашим мультфильмом. Нет, мультфильм не проигрывается так, как мы хотим. Почему? Потому что ракета начинает свой полет не с этой точки, как изначально было показано, а с этой точки. Нужно, чтобы спрайт ракеты вернулся обратно перед запуском мультфильма. Как же это сделать? Это можно сделать вручную. Достаточно перенести спрайт ракеты вот в это положение. И так каждый раз. Это будет не совсем удобно. Надо автоматизировать программу. Как же это сделать? Посмотрите, сегодня мы на уроке узнаем, как это сделать. Пройдем тему «Установка начальных позиций». Что надо будет сделать? Установить начальные позиции и запустить наш скрипт. Посмотрите, как выглядит программа. При нажатии на флажок говорить «Ракета готова к взлету» и начинаем отсчет. Говорит «3, 2, 1». После ракеты выдают сообщение «Поехали» и плывет вот в эту точку. Минус 55, 100. Теперь нам нужно сделать так, чтобы ракета постоянно оказывалась вот в этой точке при запуске мультфильма. Для этого мы установим начальные координаты. Используем скрипт перейти в «Х», «У». «Х» дадим координату минус 55, а «У» координату минус 80. Перетаскиваем спрайт ракеты при помощи мышки в начальную позицию. Смотрим координаты ракеты в свойствах спрайта и записываем эти данные в команду. Под вашей сценкой в скрыче у нас находятся свойства спрайта. Здесь можно посмотреть координаты вашего спрайта, где он находится, где находится персонаж на этой сцене. Если вы перенесете котенка вот в эту сторону, ваши координаты тут поменяются. Если перенесете в эту сторону, координаты тоже поменяются. Поэтому, если вам нужно поменять вот здесь тоже координаты, достаточно что сделать? Переместить котенка в нужную точку. Здесь у вас покажется, в какой точке находится ваш персонаж. Потом эти координаты вы можете вот сюда добавить. Посмотрите, вот теперь наши команды, они готовы. У нас дана команда перейти в XY, и каждый раз наш персонаж возвращается вот в эту точку. При запуске мультфильма ракета оказывается вот в этой точке. Вот так вот мы сегодня установили начальные позиции для нашего персонажа. Устанавливать начальные позиции нужно только тогда, когда спрайт перемещается по сцене. Нет. Что еще может измениться в проекте? У спрайта может меняться видимость спрайта, место появления спрайта, размер, костюм, направление, стиль вращения, фон. Как определить, когда нужна установка начальных позиций? Давайте подумаем. Когда при выполнении скрипта происходит изменение внешнего вида спрайта, его перемещение или изменение фона. Вот тогда надо будет устанавливать начальные позиции. Посмотрите, вот перед нами вот такой персонаж, котенок. Перед ним лежит яблочко. Что нужно сделать? Нужно установить начальные координаты. Почему? Если котенок дойдет до яблочка, при запуске нашего мультфильма он уже окажется вот в этой точке, около яблочка. А чтобы при запуске нашего мультфильма котенок каждый раз оказывался вот в этой точке, для него надо установить начальные координаты. Смотрите, начальные координаты спрайта кота, минус 158, минус 122. Когда он оказывается вот здесь, около яблочка, координаты его становятся 86, минус 117. Вот, мультфильм будет выглядеть вот так. При нажатии на флажок каждый раз котенок оказывается вот в этой точке. Вот видите, как он постоянно отсюда идет в сторону яблочка. Сюда мы добавили начальные координаты. Перейти в x, y и дальше дали команду «Плыть». Посмотрите, задание следующее. Посмотрите на этот скрипт и установите начальные позиции. Тут у нас два персонажа. Каждый персонаж выдает сообщение. Как вы думаете, нужно ли здесь установить начальные позиции? В этом случае не нужно устанавливать начальные позиции, потому что скрипт запустился при повторном запуске точно так же. Посмотрите следующее задание. Задание номер третье. Тут у нас персонаж, машина. И вот она у нас, вот видите, как перемещается, как будто двигается. Обратите внимание, как она едет. Где у нас передние фары? Вначале они с этой стороны, потом с другой стороны оказываются. Какие у нас здесь команды? «Плыть одну секунду» вот в эти координаты, потом поворачивается на 180 градусов, и после опять плывет вот уже вот в эти координаты. В этом случае установить начальные позиции нужно только для стиля вращения машины, слева направо. А начальное положение для координат уже прописано в скрипте. Посмотрите, вот. Команду «повернуть» добавили мы в конец. Вот так будет выглядеть наша программа для этой машины. Теперь друзья вместе хотят сделать мультфиль. Во время написания скрипта возник спор. Как вы думаете, кто из ребят будет прав? Один из ребят говорит, «Не нужно делать установку начальных позиций для костюмов героев. Получается слишком большой скрипт». Другой говорит, конечно, нужно делать. Все должно быть установлено в начальной позиции. Они были оба права. Все зависит от ситуации. Разберем пример проекта. Посмотрите. При нажатии на флажок, что у нас происходит. Спрайт-игрок в красном бросает мяч и забивает гол. Спрайт-игрок в синим ничего не успевает сделать. Видите, он остается, вот он не двигается, просто стоит. А тут у нас меняется что? Движение руки. Вот видите? У спрайта есть два костюма. Вот у этого спрайта, который в красной кофточке. У него есть два костюма. В одном случае у нас рука чуть ниже опущена. В этом случае рука поднята вверх. Получается такое ощущение, как будто спрайт двигает рукой. Посмотрите, нужно ли устанавливать начальные позиции для спрайта игрока в красном? Да, нужно, потому что он меняет свой костюм. Вот видите, движение руки у него меняется. Если не установить начальные позиции, не будет движения, имитирующие бросок мяча. Теперь посмотрим на спрайт игрок в синем. Нужно ли ему установить начальные позиции? Нет, потому что он не меняет костюм и положение на сцене. Поэтому нет необходимости что-либо устанавливать вот для этого спрайта. В начальных установках нужно прописывать все параметры, которые изменяются в ходе работы скрипта. Например, смена костюма или фона, направление, движение. Как может поменять спрайт фон? Видимость спрайта, место появления спрайта, размер спрайта, костюм спрайта, направление движения спрайта, стиль вращения, смена фона. Давайте возьмем тетрадки и будем отвечать на вопросы. Если ответ верный, ставим плюсик. Если ответ неверный, ставим минус. Вопрос первый. Какой команды не хватает? Посмотрите внимательно на эту анимацию. При нажатии на флажок один из персонажей выдает вот такое сообщение. Другой, при нажатии на флажок, ждет, пока первый персонаж скажет свое сообщение, а потом пропадает со сцены, то есть прячется. Что нам не хватает вот здесь добавить? Команду показаться, команду спрятаться или ждать. Нам не хватает команду показаться. Ведь в середине мультика что происходит? Кролик прячется. Если кролик спрятался, то обязательно надо установить для него что? Команду показаться. Чтобы он каждый раз показывался при начале нашей анимации. Если мы что-то прячем со сцены, то надо не забывать это показать перед запуском скрипта. И наоборот, если показали что-то спрятанное, не забыть скрыть. Вопрос второй. Каких команд не хватает? Посмотрите, два персонажа, они выдают друг другу сообщение. После этого что-то происходит и вот так вот, смотрите, увеличивается. Что-то как будто подлетело к ним. Посмотрите внимательно на эти команды и подумайте, какой команды не хватает в написании нашей программы. У нас не хватает установить размер 100% и пойти вот в эту точку. Почему? Посмотрите, вот этот персонаж, вот этот спрайт, он с этой точки переходит вот в эту точку. И его размер увеличивается. Если его размер увеличивается в середине нашей анимации, то обязательно надо будет ему установить, что его размер. Размер в данном случае мы ему устанавливаем 100%, а после этого он уже может увеличиваться. Потом обязательно он у нас, вот видите, движется. Если он у нас движется, обязательно устанавливаем его начальные координаты. Значит, он с какой-то точки начал свое движение. Поэтому мы даем ему вот такие координаты. Перейти х минус 183, у 139. Если меняем размер спрайта, то устанавливаем изначальный размер. Если меняем положение спрайта, то перемещаем спрайт в начальное положение. Обязательно. Вопрос третий. В начале скрипта спрайта, а также фона, сцены, добавили команды изменить костюм, сменить фон, так как перед повторным запуском их нужно установить в начальную позицию. Если меняем костюм спрайта, то устанавливаем его начальный костюм. Изменить костюм, например, вот там выберите, какой нужно. Дальше. Если меняем фон, то устанавливаем изначальный фон. Вопрос четвертый. Какой команды не хватает? Посмотрите, вот машинка у нас двигается. Перед нами вот здесь программка. Какой из этих команды здесь забыли добавить? Команду повернуть. Повернуть на 180 градусов. Чтобы при запуске у нас обязательно машинка была повернута вот в эту сторону. Вопрос четвертый. В начале скрипта спрайта добавили команду повернуть направление. Из-за того, что спрайт-машина меняет угол наклона. Если поворачиваем спрайт или направление движения спрайта, то устанавливаем начальное направление. Обязательно повернуться в направление. Подведем итоги. Посмотрите. Если есть показаться, посмотрите, нужно ли добавить команду спрятаться. Если есть изменить размер, то обязательно надо установить размер. Например, если у вас есть следующий костюм, команда, обязательно надо изменить костюм на конкретный, чтобы он был у вас установлен. Если вам дается команда следующий фон, надо установить обязательно начальный фон. Если вам дается команда плыть в какую-то координату, обязательно устанавливаем начальные координаты. Если дается команда повернуться на сколько-то градусов, то тоже надо установить конкретное что направление. Теперь подведем итоги. Посчитайте, сколько у вас верных ответов. На этом все, дорогие ученики. Наш с вами урок закончился. Выполните домашнее задание, основное задание и дополнительное задание по нашей сегодняшней теме. Это установка начальных позиций, свойства и внешность. Всего вам хорошего. Берегите себя, одевайте маски, соблюдайте социальную дистанцию. До свидания.